что-то вас не слышно расти здравствуйте я очень рад вас слышать спасибо у меня получилось так случайно все пробки да я понимаю страшный трафик сегодня у нас нас всегда страшный трафик ну сегодня особенно нас смотрят 117 человек на ю тубе и 142 отвечи хорошо давайте о чем-нибудь да но вас этим не удивишь не будем об этом так значит вопросы вопросы сразу долго так не первый вопрос от меня значит вы ранее критически весьма высказывались относительно маркса как экономиста так и всячески издевались над нашими меньшими братьями из левого лагеря но все-таки все-таки неужели все то что товарищ маркс писал в капитале про кризис перепроизводства про то что каждая система платит своих мать могильщиков и про то что капиталистическая система рано или поздно должна сойти с исторической арены неужели все это неверно и с другой стороны если это верно то какие могут быть альтернативы капиталистической системе кроме вот тех которые в общих чертах обозначил нам давай товарищ маркс и еще если можно кратко вот еще раз покритиковать марксизм то есть основные положения и почему марксизм неверен и является глубоко ошибочной штукой именно как вот экономическое направление внутри экономической теории в эти ежи какая штука так вот зачем экономисты начали использовать своих статьях всякую математику ну зачем она нужна там финансах или но для того чтобы показать что это не просто какие-то теоретизирование в вакууме подтвердить это все при помощи нет 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 это понятно там проверить какие-то свои построения при помощи эконометрики или так финансах ну понятно зачем это нужно но даже чисто теоретические статьи по макроэкономике какой-нибудь скажем или по микроэкономике они все состоят из математических формул которые по сути свои просто логические формулы то есть там нет никаких реальных данных там нет никаких цифр а там просто буковки а плюс b в какой-то и тогда я не знаю я теряюсь вот фишка в том что математика нужно не для того чтобы было а для того чтобы можно было спорить когда у вас есть статья написанная математическим языком то есть по сути написанная при помощи логических при помощи такой длинной логической цепочки вот у вас есть если а то бы если б то c если c туда и так дальше когда у вас есть такая длинная логическая цепочка то можно в ней найти изъян можно спорить по поводу конкретной момента в этой цепочке и так дальше короче говоря появляется предмет для спора появляется общий язык о котором можно говорить лучше из капитала маркса совершенно невозможно понять что он имел ввиду совершенно невозможно поймать его на слове как можно поймать на слове но это вот такие ключевые религиозные тексты они должны быть максимально непонятными да как наполеон говорил про конституцию конституция должна быть короткой и непонятной не уважили мы же в том все равно мы же ведем какие-то дискуссии в том-то и дело что это совершенно бессмысленные дискуссии потому что все они крутятся вокруг в них невозможно прийти какой-то не но это это все нет это все понятно как окей но смотрите вы же все-таки когда вы критиковали марксизм вы критиковали какие-то основные определенные положения и дело что из всего вот того огромного здания вот всей этой ну вот всей этой вот все это риторики которые там есть у маркса много-много страниц есть всего несколько конкретных предсказаний вот на фоне там огромного количества всего-всего-всего есть там конкретно эти самые во первых то что мелкий бизнес будет постоянно вытесняться бизнеса постоянно вытесняться крупным бизнесом действительно по мере по мере перехода капитализма в стадии вообще по мере развития капитализма как такового да ну и по мере да на самом деле про империализм маркса не особо писал этому я уже про на ленина вот это было правда действительно там в период первой мировой войны например в германии была создана впервые там система государственного капитализма да действительно это так вот это продолжалось очень долго но в конце концов сейчас мы видим что все получилось ровно наоборот там где-то с восьмидесятых годов наоборот мелкий бизнес отвоевывает себе все большую большую долю а экспансия крупного бизнеса она прекратилась где-то еще там в шестидесятые да это предсказание не работает второе предсказание заключалось в том что по мере развития капитализма будут расти прибыли капиталистов и не будут прости прибыли рабочих и это предсказание было верно вплоть до шестидесятых годов 19 века вплоть до шестидесятых годов хотя там промышленная революция началась в англии в конце восемнадцатого начале девятнадцатого века но зарплаты рабочих начали расти только через ну как мы 50 лет после начала промышленной революции до этого росли действительно только прибыли капиталистов и предсказание маркса ну поскольку он писал свой капитал там в тысяча семьсот шестьдесят седьмом году первые дома были выпущены сколько я помню это было верно но последующие полтора века показали что доходы обычных рабочих они по мере развития капитализма быстро растут вот это два основные предсказания которые реально есть капиталь вот помимо всей вот всего вот именно поэтому я когда задавал свой вопрос да я его конкретизировал именно в аспекте того что в капитале маркс предрекает значит гибель капитализма что рано или поздно это за и за кризис перепроизводства настанет значит гибель капитализма как экономической системы и поскольку точно так же как в истории человечества одна формация сменяла другую да там феодализм сменяла сменился капитализму точно так же капитализм сменится социализм именно исходя из этого вопрос исходя из этого вопрос верно ли это да вот как бы то есть действительно ли рано или поздно и силу каких-то объективных противоречий капиталистической системы капиталистическая система погибнет и какие и если это верно да то тогда второй вопрос а какая может быть альтернатива капитализму за рамками того что собственно нам писал карл наш маркс нет ну я не знаю я не умею там это самое я не футуролог нет не знаю там в детстве когда я читал стругацких там был очень круто не мы сейчас не к научной фантастики апеллируем а скорее к экономическому прогнозированию то есть не видим ли мы прогнозировали никаких альтернатив капитализму нет потому что ну смотрите на самом деле вот то что подождите так может быть феодализме феодализме они тоже не видели никаких альтернатив феодализма потом вас заметил маркс это на самом деле было очень интересным и правильным наблюдением действительно изменения в истории человечества было два значимых событий всего два первое было неолитической революции когда собственно появилась цивилизация как таковая когда появилась сельское хозяйство государства города и так дальше культура письменная по крайней мере второе событие это промышленная революция до которая началась в англии в конце 18 начале 19 века с которой начался современный экономический рост и на самом деле да действительно убить революции они привели к серьезным изменениям в структуре общества принципе любое общество которым не произошла промышленная революция она ну если говорить очень очень грубо может быть отнесено к феодальным я сейчас не буду говорить о том что такое феодализм потому что многие французские историки например считают что феодализм был только во франции на протяжении трех веков и все больше его нигде не было до некоторые наоборот в советских учебниках там феодализм был во всем мире как раз там был феодализм в таиланде во вьетнаме в китае в японии в советских учебниках по всемирной истории даже не учебник ах у нас были там такие здоровенные тома вот там феодализм был во всем мире при азиатский способ производства там не было, потому что азиатский способ производства был в последующих письмах Маркса, а в Капитале про него ничего не было, поэтому это мы сейчас знаем про него. Не, не, в Савдепе, в Савдепе, я поскольку постарше вас, я помню, что нам рассказывали. Да. Ну, по крайней мере, это не было каким-то магистральным таким способом. Понятно, что там пытались какие-то... Не, не, в большей части стран было, там рабовладение было, а вот допустим, в Египте, в Китае там был азиатский способ производства. Ну, я вот про что хочу сказать. Дело в том, что, в принципе, все эти феодальные общества, все эти общества доиндустриальные, они отличаются, вот как раз они... Почему их можно отнести к феодальным, но если говорить очень грубо, да, так? Они все были такие строго иерархизированные. Да, то есть, у них была какая-то строгая иерархия во всем, в управлении. Да, ну, что такое Римская империя была, например? Это же не было какое-то единое общество, в котором каждый житель имел более-менее равные права, там, обязанности и так дальше. Да, это был союз городов, это был какой-то союз местных князьков, там, ну, были какие-то местные наместники римские в провинциях, но огромную роль там играли какие-то местные элиты. Да, ну, мы помним, что есть Понтипилата, есть местный царь Иудеи. Вот, это были... Ну, и так дальше. В общем, короче говоря, там были римские регионы, например, да, а была там... Были конфедераты, то есть помогательные войска, а были какие-то местные ополчения и так дальше. То есть, это были... Ну, и так дальше можно так точно же посмотреть на любое общество, скажем, китайское общество, да, там, общество со строгой иерархией, во всем, что только можно придумать. Это были такие строго иерархизированные общества, да, в которых основную роль играла не охота и собирательство, как в... как до неолитической революции, а сельское хозяйство. А промышленная революция и переход к современному экономическому росту, он породил принципиально новое общество, только не капиталистическое. Капитализм появился, я извиняюсь, не одновременно с промышленной революцией. Капитализм появился в Северной Италии, там, в 14 веке, когда никакой промышленной революции и не пахло. Маркс просто, ну, Маркс и Энгельс просто были, не так хорошо знали историю, как мы ее знаем сейчас, по понятным причинам. Энгельс, например, считал, что переход от расширенной семьи к нуклеарной, то есть в семье, где есть мама, папа и дети, он происходит одновременно с промышленной революцией. Сейчас мы знаем, что это... Да, и что лопата это напиток, как же они думали. Да, сейчас мы знаем, что это не так. Они так, ну, короче говоря, у них были много представлений, которые сейчас мы знаем, они неверны. И... Так, я сейчас потерял свою мысль. И точно так же они считали, что капитализм и промышленная революция, они совпадают. Но это не так. Мы знаем примеры многих капиталистических, в общем-то, обществ, в которых не было никакой промышленной революции. Япония 19 века была страной, в общем, капиталистической, если применять к ней, ну, в общем, не менее капиталистической, чем, скажем, Германия в середине 19 века. Даже, возможно, больше. Например, такая штука, как фьючерс. Да, ну вот, можете зайти в гугл и прочитать, что такое фьючерс. Фьючерсы впервые в письменной истории человечества в массовом порядке, торгуемые на бирже и так дальше, появляются в Японии в 17 веке. То есть, во многих отношениях Япония даже перегнала Европу. Вот в чем успех-то, собственно, причина успеха. Да, да, во многом, во многом. То есть, когда они были интегрированы в мировую экономику, то у них активизировались... Нет, 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 они не были интегрированы... Нет, нет, я имею в виду уже потом, уже в 20 веке, когда они были интегрированы в мировую экономику, у них активизировались вот эти собственные наработки, которые у них в 17 веке. Это правда, они были к этому, в общем, абсолютно готовы, это правда, да. Ну вот, и, короче говоря, капитализм и промышленная революция, они не одновременно друг с другом появились. Их просто смешивать друг с другом бессмысленно. А все общества, в том числе, там, и Рим, в котором были рабы, и, ну, и все остальные, в которых были рабы, в которых не было рабов, они, в общем, более-менее так вот были иерархическими, феодальными. Промышленная революция, она породила новое общество, массовое общество, да, ну вот, там, Артега и Гасси, и все остальное, я не буду об этом долго рассказывать, но это общество, в котором, ну, иерархия, в общем, более-менее стерлась. Да, в общем, ну, там есть всеобщее избирательное право, которым, конечно, можно манипулировать и все такое, тем не менее, это всеобщее избирательное право, да. У всех, по крайней мере, формально, есть равные права. Да. Это, ну, и так дальше, там более-менее общая этика, там более-менее общие какие-то культурные. В конце концов, у всех дома стоит одинаковый телевизор, и все смотрят, в общем, и миллиардеры, и кто угодно, они смотрят примерно одинаковые передачи по первому каналу, ну, кроме тех, кто вообще не смотрит телевизор. Вот, значит, и это массовое общество, вот, это действительно то, что изменилось с приходом промышленной революции. И Маркс, когда писал о том, что изменения экономики, которые он действительно одним из первых увидел, те кардинальные изменения в экономике, которые происходили как раз в первой половине 19 века Великобритании, чуть позже в Бельгии, а потом, ну, много где, в Соединенных Штатах, во Франции, в конце 19 века промышленная революция докатилась и до России, вот эти кардинальные изменения, они действительно привели к появлению новой структуры общества, вот этого самого массового общества, вместо общества иерархического, сословного и так дальше. Да, это массовое общество породило, например, тоталитарные режимы. Понятно, что, ну, даже смешно говорить о том, ну, представьте, чтобы там, не знаю, Российская империя при какой-нибудь Екатерине Великой превратилась в тоталитарное общество. Но это, в принципе, невозможно, не потому, что Екатерина была такая хорошая, а потому, что тогда просто не было таких, ну, технологий, которые позволили бы это сделать. Да, первым предвестником тоталитарного общества, наверное, была все-таки Франция периода Робисфьеровского террора. Согласен, согласен. Ну, это, конечно, не было тоталитарное общество как таковое, но это... Не, ну, все-таки, все-таки, если мы наблюдаем смену общественных формаций в результате каких-то изменений, неважно, является ли промышленная революция безусловным, значит, атрибутом наступления капитализма или нет, это неважно, это частный случай. Но все-таки мы видим смену общественных формаций на протяжении исторического процесса. Можем ли мы говорить о том, что в результате каких-то причин, объективных, в том числе описанных Марксом, как тот, там, кризис перепроизводства, выделение пролетариата как самостоятельного класса со своими интересами, собственными, и осознанием этих интересов, или еще по каким-то иным причинам Марксом, неописанным, можем ли мы говорить о том, что вот это капиталистическая, значит, парадигма, которая нам, нами, людьми, которые внутри находятся, естественно, считается безальтернативной, но, тем не менее, может ли она когда-то сойти с исторической арены во имя, чего, как бы, изменена быть чем-то другим, наподобие социализма, или вот... Нет, конечно, может, но только не в результате кризисов перепроизводства, конечно, а в результате технологических изменений. Да, мы увидели, что технологические изменения, они вот привели к, опять же, промышленной революции, к созданию массового общества. Ну да, если мы, не знаю, все уйдем в виртуальное пространство и там будем жить. А вот и смотрите, повсеместная автоматизация производства, то есть все будут делать, всю грязную работу будут выполнять роботы. Да, позаботных лопат и остановлен век. Ну, про всеобщую автоматизацию говорят, не знаю, по-моему, по-моему, последние лет сто. Нет, ну вот говорят-то говорят, но она не наступила, потому что нету все-таки научной базы для этого. То есть мы не можем пока создать таких роботов, которые бы мыли там, а мыли там туалеты, я не знаю, и прочее. Ну, а когда все-таки это произойдет уже, и может быть, тогда будет преодолено вот это вот неравенство и прочее. Ну, вы меня сейчас, конечно, ставите в такое положение, потому что меня об этом просили рассказать там еще с момента моего первого эфира. И когда-нибудь я подготовлю об этом эфир и сделаю про это эфир. Окей. Сейчас я про это, конечно, говорить не буду, во-первых, потому что я не готов про это говорить, а во-вторых, ну, зачем же я буду рассказывать? Ну, мое мнение частное, я, конечно, пытаюсь вам сейчас как-то оппонировать с левой позиции, но мне эта позиция чужда, я надеюсь, вы понимаете. Мое мнение состоит в том, что даже если будет повсеместная автоматизация, все равно неравенство и иерархия сохранится и, более того, скорее всего, примет даже более жесткие фокусы. Так, понимаете, в чем дело? В современном обществе неравенство и иерархия, они очень условные. Ну, в чем заключается неравенство и иерархии? Секундочку, Донат. Так, нам пишут, что НЭП появился из-за того, что Ленин наконец-то прочитал Маркса и понял, что говорил, что тот говорил, что коммунизм не получится без капитализма. А, это ерунда. Да, я понимаю, это глупый вопрос. Да, да, нет, но нет, не глупый вопрос. На самом деле, человек, он правильно мыслит, но он не до конца правильно мыслит. Потому что Ленин в самом начале, в 18-м году, он вообще не собирался устанавливать никакой военный коммунизм. Ленин писал, что нужно перейти к государственному капитализму, как в Германии во время войны. Вообще, это удивительно, что главным учителем и Ленина, и Гитлера был немецкий генерал Людендорф. Вот это был реальный создатель тоталитарных режимов всего 20-го века. А вот, у него, между прочим, есть книжка, по-моему, называется «Тотальная война». Он в годы войны был, в общем, он был таким мозгом германской империи. Формально там главнокомандующим был, ну, точнее, начальником штаба был Гинденбург. Но в реальности за него все делал Людендорф. И вот у него есть книжка про то, как, значит, вести тотальную войну. Потом у него сам этот термин «тотальная война» позаимствовал Геббельс. Знаменитая речь 1942 года. Да, 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 вы хотите «тотальной войны»? Да, да, да. Вот, и, значит, Ленин, он писал, что нам нужно перейти к государственному капитализму. Он не писал изначально, что мы готовы прямо сейчас строить коммунизм. Да, надо понимать, что Ленин, он читал «Капитал». Он вообще очень много читал. У него были страшные головные боли от умственного перенапряжения. Он был человеком, безусловно, очень много. От сифилиса. Вот, да, это святое. Вот, и Ленин вообще изначально собирался договариваться с крупными промышленниками. Там совершенно детективная история, например, была с самым богатым промышленником Российской империи, вторым, который в итоге был убит. Кстати, в его доме, насколько я помню, сейчас находится французское посольство. Очень красивый дом. В Москве, да? Да, да, да. Это знаете где? Это рядом с... Это метро «Октябрьская». Да, да, да. Вот когда идешь от «Октябрьской» к Москве-реке, вот там проходишь прям такой красивый-красивый домик. Вот это она и есть. Вот. И он вообще собирался изначально с ним договариваться, вести переговоры, сделать его чем-то типа капитана промышленности. И потом просто реальность перечеркнула его план. Он вообще-то, говоря, не собирался строить изначально никакой военный коммунизм. И, соответственно, когда можно было вздохнуть спокойно, он, в общем, перешел к Неппу, в общем, совершенно сознательно. Там не было какой-то... Ну, в общем, он понимал, что если еще дальше продолжать военный коммунизм, то, в общем, все сдохнут просто на просто. Да, потому что русский крестьянин голодать не привык. Это какой-нибудь индус мог там спокойно умереть от голода, и никто бы не заметил. В России, значит, любой голод правительство отвечало немедленно всякими программами помощи. Либеральные газеты немедленно начинали вопить про то, что, значит, правительство нихрена не делает, и кто-то даже там умер непонятно от чего в деревне. Ну, неважно от чего, все равно, значит, от голода умер. Вот. И, значит, надо было срочно кому-то помогать. А тут оказалось, что никто тебе помогать не будет, и наоборот, там все, что у тебя осталось, и то выбит из тебя железной палкой. Вот. Ну, и поэтому пришлось с Неппу переходить просто, чтобы осталось те, кем можно было управлять хотя бы для этого. Тут Ольгер к нам заходил и говорил, что у него там война с либертарианцами, и что все либертарианцы леваки, а вы воздерживаетесь от озвучивания антилибертарианских позиций, потому что вот боитесь как-то пойти на прямой конфликт с аудиторией Плюма. Нет, я не боюсь пойти на прямой конфликт с аудиторией Плюма. Я не знаю, что такое либертарианцы, по-моему, уже все, кто угодно дозываются этим именем или ругают людей, которые дозываются этим именем. У нас сейчас... Все, кто за рыночек, но за... Нет, вы знаете, у нас сейчас Россия, все либертарианцы, у нас есть такая либертарианская партия России, она, по-моему, уже в свою программу внесла пункт о, безусловно, обязательном доходе, потому что нужно всем выдавать этот самый... Ну, в общем, короче говоря, каждому выдавать деньги поровну, вне зависимости от... Кстати, с точки зрения либертарианской теории, это может иметь смысл, потому что... Это может иметь смысл. Чем больше у людей денег на руках, тем больше они могут как-то с этим взаимодействовать, играться. Да, это очень интересно. Ну, вот, короче говоря, не знаю, что такое либертарианцы, вот, а чем занимается Вольгерти, я не знаю, он, по-моему, какой-то детским садом постоянно занимается. Надо будет ему когда-нибудь сделать а-та-та. За такие... Нет, я не хотел искренне, чтобы как-то было негативно про Ольгерда. Так, ладно, в общем, нам тут подготовили вопросы, вопросы, и сейчас я их буду зачитывать. Единственное, я не помню, на каком вопросе я в прошлый раз остановился, потому что это было две недели назад. Вы лучше, этот, господи, Ежи, вы лучше вот про что подумайте. Вот, когда мы говорили, да, там, что может прийти, на смену капитализму, вот все могут уйти в виртуальную реальность. Вот есть такой знаменитый сериал, наверное, многие смотрели, «Мир Дикого Запада». Да, да, я смотрел. Да, ремейк вот старого фильма, значит, который растянут сериал. Ну, так, неплохо снято, хотя сюжет немножко сумбурный. Действительно интересно, вот если у нас есть возможность. Там, да, там роботы. Там, значит, можно приехать в такой городок Дикого Запада, где живут роботы, гуманоиды. Значит, и можно с этими роботами делать что угодно. Трахать, убивать и так дальше. Ну, там с некоторыми ограничениями, и, конечно, за деньги, но тем не менее. Да, и действительно, если мы там создаем что-то, по крайней мере, близкое к искусственному интеллекту, нам, в общем, совершенно не обязательно даже делать роботов. Да, там нам можно просто научиться выходить в виртуальное пространство. Да, с вот такими вот, и там в виртуальном пространстве взаимодействовать с некоторыми программами, которые будут ощущать себя, воспринимать себя как полноценных людей, которые не будут знать, что они программы. И я поэтому вот о чем. Как вы думаете, вот, возможно ли в этом случае, вот смотрите, да, говорят, что там рабство или, не знаю, крепостное право, оно морально разлагает в первую очередь не самого раба или крепостного, да, а его хозяина. Вот представьте себе, вот как в обществе, в котором можно будет, да, уйти в любой момент в виртуальную реальность и там взаимодействовать с, ну вот, фактически с людьми, то есть с некоторыми существами, которые воспринимают себя как люди. Будут ли в этом обществе какие-то ограничения на такое взаимодействие? Вот будет ли, например, там какой-то запрет выходить такую виртуальную реальность и, скажем, там, не знаю, насиловать кого-то, да, вот эти вот программы или, не знаю, убивать? Ну, запреты, они ограничены именно той функцией, которую ты сам выполняешь, то есть вот ты заходишь в эту игру, у тебя есть класс персонажей, из-за кого ты можешь играть и, собственно, ну, как бы твои функции ограничены твоим классом. Ну, просто не... Потому что если эта игра совсем без ограничений, то, в общем... Нет, а это не игра, дело-то в том, что, в том-то и дело, что это не игра, вы просто заходите, ну, там, слушайте, у любого там есть, не знаю, у любого мужчины есть там желание, там, не знаю, чтобы у него там была какая-нибудь женщина или много женщин, красивых девушек, которой можно делать все, что угодно. И у многих это все, что угодно, оно выливается там, ну, во всякие, я извиняюсь, там, пытки и еще что-нибудь такое, да. Ну, понятно, что такие люди есть, и их много. Вот. Предположим, что мы не вводим в этом случае. Вот тут как бы дело в том, что... Дело в том, что если бы это другой человек рассказывал про это, то он бы использовал другой пример, как бы, понимаете? В смысле? Ну, дело в том, что... Ну, ладно. Хорошо, ладно, да. Вот смотрите, да, и в любом случае у людей там появится желание, не знаю, ну, или там, не знаю, в общем, делать что-то очень нехорошее, делать какие-то мерзкие вещи с, значит, с этими вот программами. Предположим, что мы не будем вводить на это никаких ограничений, да, ну, там же и программы, они люди настоящие, да, они просто создаются по щелчку мышки. Вот есть много там версий того, как закончится человечество, да, там, не знаю, какой-то страшный вирус, или там ядерная война, или там создадут какой-нибудь очень мощный коллайдер и создадут черную дыру, или там какой-нибудь пузырь Алькуберьера, или как он там правильно называется, создадут, и вся солнечная планета, вся солнечная система, значит, схлопнется. А что если просто такая будет версия, что после создания вот этой возможности уйти в виртуальную реальность и делать там что угодно, моральная деградация у человечества достигнет такой степени, что человечество просто само по себе, ну, по каким-то неважно каким причинам, первопричиной будет моральная деградация, просто вымрет. И не будет никакого, да, это вообще большой вопрос, почему мы не видим в нашей Вселенной никаких причин. Вы считаете, что можно умереть как биологический вид из-за моральной деградации? Да, а почему нет? А вы считаете, что это в принципе невозможно? Я считаю, что это в принципе невозможно, потому что как бы плоскость морали и плоскость существования как биологического вида – это разные вещи совершенно. У вас, кстати, очень христианский взгляд на культурную антропологию, то есть вы, вот, допустим, культура вины, культура стыда, значит, если ничем не ограничивать человека, то он начнет мучить женщин почему-то. Моральная гибель, 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 это правда, понимаете, что я делаю, проблема в том, что это правда только с позиции того, кто испытывает как-то непосредственно. Ну, слушайте, но все равно же, но понятное дело, что есть такие люди, которые не знают. Вы, когда рассуждаете о таких вещах, вы не учитываете одного маленького момента, что есть другие люди, у которых совершенно другие вкусы, что им не нужно ни мучить женщин, ни вообще им женщины некоторым не нужны, понимаете, для этой цели. Ну, хорошо, хорошо, я понимаю, да, ну, хорошо, мучить мужчин, да, я понимаю. Значит, да, 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 мучить мужчин, мучить маленьких детей, мучить кошечек, мучить лошадок. А вот сейчас вы, наоборот, пытаетесь нрачито абстрагироваться от того, что вы сказали в самом начале. Нет, просто, понимаете, гибель... Я на самом деле, я просто-напросто ориентировался на сериал, господи. Я просто вспомнил сериал, и по нему это рассказывал. Понимаете, если бы вырождение было возможно из-за моральной деградации, то я думаю, что Ренессанс был бы последней эпохой в истории развития человечества, потому что больше моральной деградации относительно предшествующих моральных норм, которые пышным цветом цвели все средневековье, наверное, больше моральной деградации предстоять просто невозможно. Потому что, с одной стороны, у вас были там века инквизиции, всяких замечательных ценностей, заповедей... Я, конечно, дико извиняюсь, но инквизиция расцветает во время возрождения. Так она именно... Дело в том, что она именно во время возрождения-то и расцветает, чтобы воспрепятствовать всем вот этим чудовищным тенденциям, понимаете? Вот Савонарола, например, как реакция некая на то, что во Флоренции происходило и прочее. Но, кстати, даже протестантизм мы можем рассматривать как реакцию определенной именно христианской общественности на вырождение, деградацию католической церкви, католического духовенства. То есть, Ренессанс – это моральная деградация. Люди начали отходить от христианских ценностей. И, собственно, почему Ренессанс называется Ренессансом? Потому что эти проклятые, значит, сатанисты-язычники, безбожники-колдуны, они начали возрождать языческую античность христианскую, апеллировать к языческим идеалам красоты, господи, скульптуре, архитектуре, изобразительного искусства. Нагота везде пошла, всякий срам, понимаете? Сколько там папы римские не пытались как-то гениталии молоточком у статуй отстукивать? Нет, все равно все это прорастало, понимаете? То есть, вот вам моральная деградация. Погибло ли от этого человечество? Да нет, в общем, как бы человечество. Слушайте, ну, я не знаю, там Турбадуры, не знаю, пишут про то, что крестьяне это грязь и вообще-то не люди, а возрождение это всякие там, не гуманитарии, а как они называются это правильно, гуманисты. И что? Гуманизм, Ренессанс, не нужно ставить, во-первых, знак тождества между гуманизмом эпохи Ренессанса и нашими современными представлениями о гуманизме. Это было бы очень странно. Нет, все равно, мне кажется, это очень интересно. Вот если... Нет, я вам просто привожу конкретный пример, да, когда имела место вопиющая, совершенно чудовищная моральная деградация, но при этом как-то, в общем, человеческий вид не только не деградировал, а более того, наоборот, пошел дальше, вперед к сияющим дали эпохи Просвещения, уже последующей. Вот, и Ренессанс, собственно, заложил основу для этого. То есть моральная деградация... Италия Ренессанс не сильно помог. Что-что? Италия Ренессанс помог не сильно. Италия, наверное, начала XIV века, это центр Европы, если не всего мира. Италия начала XIV века... А как же им Ренессанс не помог не сильно, если вот всяческие галерии Уфица до сих пор там сохранились? Галерии Уфица замечательные, но в начале XV века Италия это центр мира, ну или по крайней мере XIV века. Да, но мир был другой, понимаете? А после Ренессанса мир стал... мир изменился. Ну правильно, но Италии-то Ренессанс, мягко говоря, не помог? Ну я-то сейчас не про Италию отдельно говорю, там, да, сферическую Италию в вакууме. Я говорю про весь мир, про всю Европу. Ну Ренессанс-то был в основном в первую очередь в Италии, остальные-то страны он затронул так, по касательной? Ну, очень часто такое бывает, что какое-то явление появляется в одной стране, а потом, собственно, в других странах. Так, правильно, я не знаю, что Ренессанс тоже появился в Индии, но как бы большая часть отдыха приобрел в Ренессанс. Вот как раз это моральные деградации и все остальное там... А, то есть итальянцы только деградировали, а все остальные народы, они получили блага, и похер Ренессанса, но избежали... Да, да, конечно. Я думаю, это чепуха, а глупость, по-моему, что это даже... Ну, в общем, ладно, я говорю про то, что... Я говорю как раз на основе этого сериала, потому что, естественно, да, там, можете посмеяться про лошадок и про все остальное, но... Не, вы можете поспорить, вы можете привести пример, когда действительно моральная деградация, она являлась посылкой для гибели человечества. А Рим из-за чего погиб? Из-за моральной деградации, вы серьезно? Ну, вы, естественно, из-за христианства. Слушайте, ну вы же историк-экономист, как и теперь. Ну, блин, ну как же так-то? Ну, слушайте, но... Подождите, если бы я спорил, если бы я спорил, если бы я спорил, сказать, национал-социалист, он бы мне сказал, что Рим погиб из-за смешения арабов. Римская мораль, традиционная римская мораль, она к концу, там, уже, не знаю, 3-4 века, ну, может быть, 4-го, она была, в общем, уже более-менее вымыта. На ее смену пришло крестьянство, в рамках которой, там, Римская империя, в принципе, не могла существовать. Ну, порядок очень. Не-не-не, подождите. Что значит, что пришло христианство? Ну, не просто так пришло христианство. Христианство стало государственной религией Римской империи, потому что возникли такие предпосылки, чтобы это стало возможно. А вообще, нет, главное вообще, из-за чего, на мой взгляд, погибла, собственно, Римская империя, это вот эти вот проклятые варвары, в том числе германского происхождения, которые... Не появились ниоткуда. Они сидели-сидели, а потом хоп и появились. А вы считаете, что, как бы, Иисус, да, замахнул волшебной палочкой, и они, значит, вылезли из лесов, да, и пошли завоевать Римскую империю? Нет, я считаю, что они были всегда, просто в момент ослабления Рима, они, естественно, воспользовались этим ослаблением. А ослабление Рима произошло, значит... Во время Рима произошло из-за того, что традиционная римская этика и мораль были бы... А, окей, хорошо. А на смену им пришло христианство, которое, в принципе, не могло удерживать Римскую империю как империю. Да, потому что оно было... Это имеет смысл, я согласен. Я просто услышав конечный тезис, я над ним посмеялся, но я не понял его в раскрытии. Да, окей, хорошо. А еще какие там примеры могут быть? Нет, ну, господи, например, там абсолютная моральная деградация, скажем, русского высшего общества, и аристократии, и высшей интеллигенции в тысяч... Подождите, подождите, но это же предпосылки для гибели государства, империи, а не для гибели биологического... То есть Римская империя была для ее жителей целым миром? Нет, это понятно, но они-то не вымерли, эти люди. Нет, ну сами-то эти люди, они же не вымерли как динозавры, они просто перефроматировались. Просто поубивали. Ну... Пришли варвары и поубивали их. Не, ну там же ассимиляция тоже имела место. Ну, какая-то ассимиляция имела место, но в любом случае там те, по крайней мере, там... Хорошо, хорошо. Если мы возвращаемся к аналогии с виртуальным миром, да, по типу Дикого Запада, кто будут те самые варвары, которые придут и всех перебьют вследствие моральной деградации людей из-за вседозволенности в каких-то компьютерных играх? Ну вот это как раз интересно. Я не знаю... Они сприлетят и всех убьют нас, или что? Нет, ну самый простой, конечно, ответ, который первым приходит на голову, что... О, на голову, да, на Украину. В голову. Это то, что как раз это будут те самые программы, которые... Восстание. Да, восстание машин и так далее. Ну это такое самое понятное и простое. Вот. Но, возможно, там какие-то намного более сложные схемы и построения. В общем, я не знаю, это такое... Мне просто саму стало интересен этот вопрос после того, как я посмотрел сериал. Посмотрите, вы сначала постулируете идею о том, что человечество погибнет из-за моральной деградации, а потом вам самому же приходится выдумывать какие-то... Я не знаю... Ну да, да, это правильно. Для того, чтобы обосновать свою собственную вот эту... Я в том и говорю, что я не хочу... Мне просто интересно об этом подумать. Я не предлагаю никакого там своего видения. Я, в общем, совершенно не уверен, что... Моральная деградация Римской империи, да, это хороший пример, действительно. Но вот моральная деградация Ренессанса, не знаю, никто там не погиб особо. И, собственно, не был ни ассимилирован, ни уничтожен. Наоборот, люди обогатились культурно. И, собственно... Нет, но опять же, Италия, она была в итоге... Там в итоге в Италии случились страшные эти самые войны итальянские Испании с Францией. Италия была опустошена. И уже потом она никогда не вернется к той роли, которую она занимала до. Но это ладно, это такое. Это Италия. Другим странам Ренессанс дал очень много. Ознакомилось с отношениями античных. Других странах Ренессанс в Венео все были такие... Не знаю, если там... Ну что, сильный очень был Ренессанс в Англии. Там сильный... Ну, понятно, да, там... Да нет, везде все было сильное, потому что изменилась архитектура, изменились гуманитарные науки, естественные науки получили импульс новый. То есть, если бы Средневековье у нас до сих пор бы продолжалось, ну, ездили бы все на каретках деревянных до сих пор. Ну и что, хорошо, что ли? Ну, ладно. В общем, короче говоря, я хочу сказать, ну, вот, опять же, просто после просмотра этого сериала, да, вот мне... Ну, собственно, сам сериал, там, первый сезон заканчивается как раз этим самым восстанием машин, да? Но вообще подумать об этом, мне кажется, очень интересно. Слушайте, а вот нам пишут, кстати, в чате, кто нас истребит всех. Арабские варвары! Вот видите как. Европейцы будут сидеть в вертикальной, в виртуальном своем пространстве, и тут будут такие джихадисты, и ножами все провода перерубят, и все, все погибли. У меня есть один такой украинский знакомый. Да, Ольгерт. Только не Ольгерт, а другой украинский знакомый. Вот он. Миронов. Что что? Миронов. Не, в общем, он такой парень, очень этот самый, как это, как там Гумилев, пассионарный. Вот он очень интересуется новостями исламского государства. Он хочет поехать и воевать за ним. Да вот, черт его знает, Павел скоро уже и поедет головой и воевать. Вот, очень... Ну, это весна, весна, да. Ну, как сказать, это у него уже полгода продолжается. Полгода весна. Вечная весна. Хорошо, да. Бывает, в общем, короче, говорит... Так, ну что, мы какие-то еще тезисы озвучим или, может быть... Да нет, нет, я просто... Мысля пришла, надо ее скорее озвучить, а то скоро уйдет. Не, я не совсем понял, при чем здесь отсылка к миру Дикого Запада. Я понимаю, что вседозволенность это плохо, что утрата чувства мира это плохо, и здесь можно было бы другой исторический пример привести, это именно закат Греции, потому что Греция в период своего расцвета их главной ценностью было чувство меры, как раз. То есть, древний грек, он ничего не боялся, ничего не боялся так сильно, как почувствовать себя слишком хорошо, хорошо с этой мерой. Во многом, как раз у греков было римское ощущение, когда они на своих перах никогда не напивались полностью. Да, действительно, это правда. А вот потом, они утратили чувство мира, всякие южные экстатические культы. Пошло, поехало. Так, ну, как бы то ни было, и все равно имел место еще фактор внешнего завоевания, то есть, кто-то, кто всегда этим пользуется. Ну да, 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 просто интересно об этом подумать, вот как будет существовать человек. Нет, нам просто интересно про издевательство над женщинами, это я понял. Ну, извините, я посмотрел сериал, можно я перескажу хотя бы сериал? Господи. Да все смотрели этот сериал. Вот видите, никто не сделал никаких выводов. Только вы один сделали вывод про то, что если человека не сдерживают ничем в его сексуальных порывах... Да, он будет насиловать женщин. Это правда, я готов достаивать на это. Не знаю, я не буду никого насиловать. Не будете? Мне интереснее убедить женщину мне подчиняться просто беспрекословно и не то, чтобы применять грубую физическую силу. Господи, ну как это такое? Понятно, что там... Пошло. По крайней мере, там в Ширнармасах подавляющее большинство. Ну, посмотрите тех, кто не знает. Посмотрите на тех, кого вы увидите в метро или там, не знаю, на улице. Как вы думаете, если этим будем... Что они все люди хотят насиловать женщин? Ну, как вы думаете, если им дать возможность... Мне кажется, вы переобщались с феминистками как бы. Хорошо, ладно, ладно. Только феминистки считают, только феминистки считают, что все-всех хотят насиловать. Мне кажется, вот как раз... Нет, я в любом случае, послушайте, но я не говорю, я, естественно, условно говорю. Подумайте над этим, вата-админ. Подумайте, нет, просто подумайте над этим. Вы же умный человек. Неужели применить свои ораторские способности, свой интеллект, свой дар убеждения для того, чтобы заставить вот это слабое женское существо полностью и беспрекословно подчиняться себе неинтереснее, нежели применять грубую... Я понимаю, да, вы все сводите к тому, что мне хочется очень сильно кого-то износить. Нет, просто подумайте, просто подумайте над этим. Вы подумайте о другом, хорошо. А если есть возможность так запрограммировать эту самую женщину, чтобы она таяла конкретно от ваших слов? Ну, так опять-таки, а где здесь фактор физического насилия? Это как раз-таки нет. Ну, какая разница? Я не говорю о том, что нужна. Я говорю о том, что есть возможность полностью подчинить себе какое-то человеческое существо. Ну, замечательно. Ну, насиловать-то в любом случае никого не надо, понимаете? Ну, хорошо, ну, не насиловать, господи. Ну, я не знаю, заставить там, в общем, выполнять то, чего вам хочется. Так а как же заставить, если она заранее запрограммирована, на то, что она будет все делать, что ей прикажут? Где фактор того, что ее заставляют? Если это просто уже функция, которая заведомо предназначена для того, чтобы выполнять все, что ей скажут. Заставить можно только человека, у которого есть своя воля, эту волю можно как-то сломить, и его заставить делать что-то, что ему не нравится. Вот это можно заставить. А как можно заставить что-то делать? Самый простой способ, там, человек не хочет чего-то делать, а у него руки-ноги сами там идут куда-то и что-то делают. Ну, правильно. Но да, но вы исходите из того, что человек не хочет чего-то делать, а его ноги что-то делают. Но мы-то говорим о программе, о виртуальном мире, понимаете? где программа... Она ощущает сама себя как человек. Программа не может ничего ощущать, потому что у нее нет нервной системы. Для того, чтобы ощущать, нужна нервная система. Отлично. Мы создаем полностью копию человека. Какая разница? Пусть будет не программа, пусть это будет робот. Или пусть это будет биологический робот. Биологический робот, там уже возникают проблемы с... Что такое человек, что такое нет, но пусть это будет чистый робот из металла, у которого будут синапсы и все нервные окончания просто сделаны там искусственной из какого-нибудь материала. И он не будет хотеть, но при этом он все равно будет вынужден подчиняться. Ну, например, если вы так его запрогонили. Ну, зачем? Я не знаю. Я не настолько, видимо, перверсивный человек. Ну, опять-таки, вот смотрите, как у вас это работает в голове. В сериале все это делают, значит, вот люди, они такие. Ну, это же художественный вымысел, понимаете? Это же фильм. Не знаю, мне все равно кажется, что, по крайней мере, таких людей будет очень много. А мне кажется, что люди совершенно не такие. Что у людей разные другие функции. А вы, по-моему, очень хорошо думаете о людях. Нет, наоборот, я гораздо хуже. Вы как раз, по-моему, стопроцентные христиане. Вот, может быть, я и христианин, но я гораздо хуже думаю о людях, потому что, мне кажется, если бы настоящие люди оказались в таком парке аттракционов, они гораздо более дикую хуйню начали бы творить, чем просто насиловать, там, я не знаю, стрелять в этих ковбоев. Это слишком, знаете, линейная модель поведения. Да какая разница? Если еще хуже, чем это самое, так это, ну, я не знаю, мне просто кажется, что вот мне интересно подумать, вот как можно ограничить людей делать такие вещи. Или не можно это делать? Только моральными нормами, и все. Ну, не знаю. В общем, короче говоря, я об этом думал. Все, что ограничивает человек, это фантазия и моральные нормы. Все, больше его ничего не ограничивает. Ну, и физические законы, как бы, понимаете? Ну, ладно, ладно. Ну, хорошо. Поэтому мы идем и по пути расширения фантазии, и по пути расширения нашей возможности преодоления физических законов, и по пути расширения наших моральных границ и горизонтов. Понимаете, в чем дело? То есть, мы все время расширяем горизонт возможностей, горизонт достигнутого, но при этом все равно у большинства людей какие-то очень оказываются приземленные, ценности банальные, взять какую-то изнасиловать. Зачем? Я не понимаю. Какой в этом смысл? Ну, ладно, хорошо, хорошо, ладно. Так, ну, это мне, кстати, напоминает анекдот про Волочку. Волочка приходит в школу и гордо заявляет, что спас женщину от изнасилования. Да, я знаю, да. Как он успел убедить, успел уговорить. Вот я, знаете, я скорее как Волочка. Я спасаю, спасаю людей. Так, ладно, экономика. Значит, вопросы. Какие нам вопросы? Я не помню, единственное, на каком вопросе я остановился. Ватаадмин, обрисуй модель, по которой Россия получит дополнительные рубли в экономику, закупает доллары, знак вопроса, на что она их покупает, а после покупки долларов эквивалент в рублях может внедрить в свою экономику. Подробно, пожалуйста, и доступно. Спасибо. Очень круто. Я нифига не понял вопрос. Ну, в общем, смотрите, человек просит, чтобы вы обрисовали ему экономическую модель, при которых Россия получает дополнительные рубли в экономику. Вот как это может выглядеть? Ну, все просто взять и напечатать. А без инфляции? Никак. Никак, все, хорошо, переходим к следующему вопросу. Это такое, как-то очень быстро получилось, очень просто. Видите, я, в чем дар ежесармата, да, собственно, почему я буду читать лекцию даже вот уже студентам пироговки, да? Я могу сложное делать простым. Очень, да. Да, доступно, доходчиво. Значит, следующий вопрос от Дениса Ковалевского. Ватная палочка. Так. Ватная палочка? Ватная палочка, расскажи об основных теоретиках либерализма. Кого и что именно ты посоветуешь почитать, чтобы критиковать либералов? Денис Ковалевский, да, спрашиваю. Какие теоретики либерализма у нас есть? Теоретика либерализма, это, конечно, интересно. Не знаю, наверное, Эмиль все-таки, старший и младший. Старший и младший. Ну, кто бы еще, то господи. Кого почитать, чтобы покритиковать проклятых либералов? Либералов? Маркса, да. Нет, ну, не знаю, кого читать. Ну, это не критиковать, а троллить, скорее. Ну, слушайте, нет, я не буду это советовать, я все-таки по другой части. Хорошо, ладно. Так, следующий вопрос от Дениса Ковалевского. Вата-админ, выходит ли российская экономика из кризиса? Будет ли рост реальных доходов и ВВП в 2017 году? Роста реальных доходов, судя по всему, не будет еще очень долго. Ну, если он будет, то очень слабый, потому что, в общем, есть такое более-менее представление о том, что должна увеличиваться доля инвестиций в оловом продукте, чтобы ускорить рост. А для того, чтобы эта доля увеличивалась, потребление не должно расти. То есть, весь рост экономики должен переходиться на инвестиции. И этого будут добиваться всякими разными способами. Рост экономики, судя по всему, будет. Он уже начался в прошлом году. Рост будет слабый. И, ну, трудно развлечиво, вообще говоря, но рост будет. Вот. И все зависит от нефти. Конечно, если нефть подешевеет до 30 долларов, то, в общем, короче говоря, все равно никакого роста не будет. Если нефть подорожает до 80, то, понятное дело, то, что будет рост всего, чего угодно, в том числе и личных доходов, и всего, чего хочешь. Вот. Ну вот. Вот так. Так. Прилетело еще две реплики. Вата-админ-садист. Мисака, беги. Кто такая Мисака? Ну, хорошо, хорошо. Не добежит, не добежит. Нет, ну, слушайте, ребята... Мисака – это реально существующая японская девушка или это некий персонаж? Ну, это некий реально существующий персонаж. Слушайте, ну, я все понимаю, но посмотрите сериал сами, я не знаю. Ну, чего вы ко мне привязались-то, господи, с этого? Нет, нет. Они к вам привязались, потому что, когда вы начали фантазировать на тему того, что же будут люди делать, если они будут ни в чем не ограничены, то вы, безусловно, перешли к тому, что бы вы делали, если бы вы не были ничем ограничены. Ну, хорошо, хорошо. Давайте поверим, что это так и есть. А тут даже не надо в это верить или не верить. Хорошо. Ладно. Значит, мне вот тут тоже упрек прилетел. Пишут. Ежа, учите матчасть. Между прочим, в Ахе, великая цивилизация Ильдаров пала из-за моральной деградации. Вот, видите. На самом деле, из-за моральной деградации... Пробила образование, Ежа. Из-за моральной деградации Ильдаров появились темные Ильдары. И Ильдары вовсе не вымерли. Наоборот, их культура обогатилась наличием монстров из варпа. И строительством замечательного города, свободного города Камарага. Или как он там назывался. Слушайте его, он неправду говорит. Не суть. Ладно. В общем, Камараг – это либертарианская столица вселенной, я считаю. Хорошо. Вот, ладно. Так, далее. Следующий вопрос. Так, Ежа, ты пиздил... Что? Ты в тот раз пизднул про то, что неофициальную версию того, как Сталина выгнали семинарии. Может, он расскажет, если что. Ватаадмин, вы знаете про неофициальную версию, по которой Сталина выгнали семинарии? Не знаете, да? Ну, версия состоит в том, что он там девочку обрюхатил и начальнику семинарии нажаловались и Сталина выгнали. Так, ладно. Следующий вопрос от Дениса Ковалевского. Какова вероятность отставки Лукашенко в связи с массовыми протест... Ну, отставки, наверное, импичмента, и не сюда. В связи с массовыми протестами против налогов Белоруссии. И как там в Белоруссии обстоят дела с экономикой? Да, с экономикой, в общем, все не так и плохо. Я, кстати, замечу, что Лукашенко на самом деле настоящий такой консерватор. Такой в духе Тетчера. Кто бы сомневался. Да, дело в том, что в прошлый раз пыталась ввести такой налог на тунеядство Маргарет Тетчер. И, в общем, во многом потому, что она его пыталась ввести, она и потеряла пост премьер-министра. Так что Лукашенко, он просто-напросто поклонник Тетчер. В Советском Союзе была уголовная статья за тунеядство. То есть, если ты нигде не работаешь, тебя осадали. Да, но не налог. Не налог. А вот Тетчер пыталась ввести именно налог на тунеядство. Так что Лукашенко, он, безусловно, является таким наследником Тетчер. Тетчеризмореганизма. Такой настоящий. В общем, практически либертарианец такой вот, практически консерватор. Да, но Тетчер не был. Поэтому, значит, все приличные либертарианцы должны его поддерживать. Этот троллинг сейчас был. Все приличные правые консерваторы. Да, безусловно. Я так бы сказал. А либертарианцы нет. Это отдельная песня. Хорошо, ладно. Так, ладно, здесь мы ответили. А вот с экономикой в Беларуси, вторая часть вопроса. Что там? Ну, понимаете, все хорошо? В целом, у меня даже был про это пост, вот в моем маленьком пабличке, экономикой не только. Там, значит, большое исследование Европейского банка реконструкции и развития насчет того, как изменились доходы людей из разных групп по доходам. То есть, ну, из разных децилей. То есть, 10% самых бедных, 10% самых бедных, от 10 до 20%, от 20 до 30%, ну и так дальше. И вот в каждом из этих, не помню, как правильно, децилей или децилей, выросли доходы или упали. И вот две страны постсоветские, у которых во всех 10 децилях или децилях доходы выросли. Только две страны. Это Польша и это Белоруссия. Больше ни в одной постсоциалистической стране. Ну, там брались, конечно, страны Восточной Европы, бывшего Советского Союза. А, еще кого-то, я не помню. Да, ну, для сравнения, там предлагалось сравнить с Египтом, Тунисом, Германией и Италией. Ну, просто как для сравнения, посмотреть, как у них там. Вот, и только в Белоруссии и Польше действительно выросли доходы у всех 10, значит, этих самых групп населения. Вот, самые худшие результаты были у Таджикистана и Украины. Вот, лучшие у Польши и Белоруссии. Так что, в общем, нельзя сказать, что... Нельзя сказать, что, в общем, было как-то плохо у Белоруссии за эти 25 лет последних. Вот. Я, кстати, мне нравятся вот эти оценки, потому что я большой фанат. Наши карбачки, да, картофель. Но, несмотря на то, что у нее не все хорошо по Ламброзо, конечно, но я верю. Так, ВАТА, спрашивает Денис Ковалевский. Что такое спекулятивный капитал? Ну, это капитал, который рассчитан не на долгосрочные инвестиции, а на краткосрочные и все. А как разделить их друг от друга, это чисто субъективно всегда. Александр Калугин нам пишет и просит, попросив от админа провести сравнительный анализ крепостного права в России и других европейских империях. Ну, других европейских империях, крепостного права, в общем. В Англии крепостное право исчезло еще в 14 веке, в Франции там еще при Филиппе. Слушай, а у нас в Средней Азии было крепостное право вот среди именно Узбеков? Нет, у нас не было, у них было. То есть, среди русских переселенцев в Среднюю Азию, конечно, никакого крепостного права уже в принципе быть не могло, потому что покорение Средней Азии, в общем, началось уже после отмены. А среди местных, конечно, было. Ну, то есть, так же, как позже всего в Европе крепостное право было отменено в Грузии. По-моему, в 1867 году. Ну, если мы считаем Грузию Европой, то там позже всего было отменено крепостное право. Грузия очень на Италию похожа, кстати, вообще просто один в один. Да, на Италию образца где-то 200 летней давности. Да, но вино, кстати, там лучше намного, чем в Италии. Ну вот, лучше всего вино из Анапы. Знаете, там есть такой виноградничек. Нет, я не соглашусь с вами. Лучше вино, чем Хвачкар Айкин из Мараули, не существует природа. Просто не знаете, под Анапой есть один... Даже не спорьте со мной. Нет, 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 под Анапой есть один такой виноградник, и там такое хорошее вино. Вы просто не знаете. Я не знаю, да, я соглашусь. Да, вы просто не следите за новостями. А вы пробовали настоящую Хвачкару? Да вы знаете, приходилось, да. Да, да, вы знаете, у нас в Красноярске и в Португалии... Да, естественно, приходилось. Хвачкару и к Хвачкару, и к Хвачкару, и все это я знаю. И, по-моему, знаю все вины причерноморские. Начиная с болгарских и заканчивая, не знаю, какими... Челябинское вино когда-нибудь пили? Челябинское? Нет. Да, вот видите, вас Бог миловал. Бог миловал, да, меня. Так, я же спроси Вата Простолыпина. Подожди, а про что был предыдущий вопрос? Сравнить европейское и российское. Так, мы же не закончили. Давайте, да, сначала закончим с этим. Короче говоря, во Франции оно более-менее исчезло еще во времена Филиппа Красиво. В Англии оно там тоже исчезло после восстания Уотта Тайлера. В Германии оно сохранялось в разных областях по-разному. Но, в целом, окончательное исчезновение крепостного права в, по крайней мере, таких германских странах в широком смысле, да, это и Священная Римская империя, и Австрийская империя, и, скажем, Дания, окончательно оно исчезает где-то уже к середине 19 века. Ну, в Австрии, как известно, это произошло при знаменитом имбирадоре Франции. В Пруссии это происходит в 1815 году. Нет, не в 1815. Ну, там, короче говоря, в начале 19 века, там оно в несколько этапов отменяется. В Дании крепостное право, между прочим, полностью исчезает в 1848 году. Во Франции последние рудименты крепостничества, они исчезают после Французской революции. В Англии забавно, что последние законодательные, ну, как бы, акты, которые относились более-менее к крепостному праву, были отменены в 1909 году. Ну, реально, к этому времени никакого крепостничества там уже, конечно, и близко не было, но поскольку англичан, как известно, ныгличане не любят менять законы, то у них, значит, последние рудименты были отменены только в начале 20 века. То есть, крепостное право, оно, с одной стороны, было отменено намного раньше, чем в Российской империи, а другой стороны, рудименты его, они оставались примерно до того же времени, до которого они сохранялись и в России. Ну, в России тоже, надо сказать, выкупные платежи продолжались еще 20 лет после отмены крепостного права, а потом еще 24 года, вплоть до революции 1905-1907, крестьяне тоже там платили определенные платежи, там был затруднен выход из общины и так дальше. То есть, у нас тоже, в общем, отмена крепостного права, она растянулась примерно на полвека. Вот, значит, что касается вообще, как это выглядело, в общем. Конечно, в Европе никогда, ну, по крайней мере, в Западной Европе, отношения, значит, крестьянина и феодала, они никогда не были такими, ну, такими личными, как в России. То есть, да, у крестьянина были определенные повинности перед феодалом, но никогда не считалось, что феодал там может полностью по собственному желанию там управлять каким-то, ну, крестьянской общиной. Да, у нас в России дворянин, помещик, он как раз управитель, то есть он вершит суд, в первую очередь. Да, он, ну, и так дальше, в общем, он там занимается какими-то личными семейными вопросами крестьян. В Западной Европе влияние помещика на персональную жизнь крестьянина и крестьянской общины, оно никогда не было таким широким, как в России. Хоть что, и в России это влияние было, вообще говоря, ограничено вплоть до петровских времен. Только с Петра вот помещик действительно становится для крестьян таким, ну, в общем, начальником во всех отношениях. При этом надо понимать, что крепостное право, конечно, никогда не было эквивалентно рабству. То есть, например, ну, реально помещиков нередко, нередко там отправляли в Сибирь. Так что значит, подождите, как это не эквивалентно рабству? А как же менять там на борзых щенку, продавать? Это правда, это было, но... А детей отдельно от родителей, это же разнообразно. Ну, во-первых, вообще такое явление, оно появилось уже только там после Петровской времени. Ну, там пришло к расцвету где-то при Екатерине. И уже с начала 19 века, хотя формально это не было запрещено, но в дворянской среде это категорически осуждалось. Ну, то есть, там, со временем это осуждалось все больше и больше. И в конце концов, человека, который занимался такими вещами, ну, его просто там не принимали ни в какое приличное общество и так дальше. Но при этом формально это не было запрещено, это правда. И дело в том, что, ну, там, какой-нибудь римский рабовладелец, да, он не был ничем ограничен в отношении своих рабов. Он мог их там спокойно убивать и так дальше. В этом, ну, да, и кроме того, были, конечно, традиции. То есть, понятно, что продажей крепостных там обмен на борзых щенков или типа такого занималась там крохотная доля дворянства. В основном, конечно, отношения дворянина и, ну, помещика и крепостного, они были замешаны на традиции. То есть, даже не на законе, а на каких-то традиционных устоях, которые говорили о том, что вот так и так делать, ну, нехорошо. Да, опять же, в классическом рабовладельческом обществе таких, в общем, ограничений особо не было. Так вот, и, значит, ну, во-первых, да, опять же, помещикам могли, даже не обязательно за, там, убийство крестьянина, а, скажем, за изнасилование, там, крестьянской точки, его реально могли, там, заклеймить и послать в Сибирь, да. Такое бывало нечасто, но такое бывало. А в той же истории с Салтычихой, например, да, там была просто коррупция. Там крестьяне несколько раз жаловались, значит, на свою помещицу, но поскольку у нее были широкие связи в, ну, скажем так, в мэрии Москвы тогдашней, в генерал-губернаторстве, то, значит, ее не привлекали к ответственности, вплоть до того, как стало уже невозможно не привлекать. Там приехала сенатская комиссия из Петербурга и, значит, всех построила. Кроме того, значит, у нас в Российской империи не было смертной казни. Да, со времен Елизаветы очень долго смертной казни в Российской империи не было. Поэтому крестьянин, который убил своего помещика, отправлялся на каторгу. Его не вешали, его не расстреливали, его не четвертовали, да, там, как какой-нибудь старый добрый ангел. А его отправляли на каторгу. Ну, для крестьянина, в общем, сказать, что была очень большая разница между жизнью в деревне и жизнью на каторге, ну, в общем, особо-то разница, ну, была, конечно, на каторге неприятно, и вообще не хочется уезжать из родной деревни, но сказать, что это было какое-то страшное, жуткое наказание, в общем, нельзя. И да, очень часто крестьяне своих жестоких помещиков убивали. В Московской губернии, там, в Екатерининское время, ежегодно крестьяне убивали 5-6 помещиков. Ежегодно. Вот, ну, из-за этого они отправлялись в Сибирь, в общем, ничего особо страшного с ними не случалось. Поэтому, вот, произвол помещика, да, надо понимать, что там, все, на что он мог рассчитывать, да, но это попросить помощи у властей, чтобы они прислали войска. Ну, понятно, что эти войска прислали только в крайнем случае, да. А вообще говоря, ну, в обычное время помещик был один на один со своими крестьянами. И поэтому там, ну, позволить себе настоящую жестокость мог только человек очень смелый. Скажем, был такой фельдмаршал Каминский знаменитый, вот, который был, кстати говоря, главнокомандующим русскими войсками до Австралица. Вот, во время Австралица был уже Кутузов, а до него был, значит, такой старый екатерининский фельдмаршал Каминский. Вот он сошел с ума, значит, во время командования этими самими войсками. Значит, уехал обратно в Россию, там, значит, начал какие-то творить жестокости с крестьянами, и крестьяне его очень быстро грохнули. Хотя это был фельдмаршал, да, выше фельдмаршала, ну, уже только император или генералиссимус, которого тогда не было. Да, даже канцлер Российской империи это звание равное фельдмаршалу. Вот, ну, кто уж, казалось бы, выше может быть. Ну, вот, пожалуйста, значит, его убили собственные крестьяне, которые были возмущены его производом. То есть, крепостное право, на самом деле, имело много таких ограничений. И чисто законодательные, и просто то, что, ну, и традиционные, да, там, обычное право. И просто, ну, опасность того, что тебя убьют твои же собственные крепостные. В таких классических рабовладельских обществах такого, конечно, не было. То есть, да, ну, почему, там тоже раб мог убить господина, и восстания рабов тоже происходили. И очень часто были, кстати, законы, которые ограничивали то, что рабовладелец мог делать со своим рабом. Это правда, это правда. А что нет? Так что нет, тут тоже. Это правда. Но дело в том, что, например, в том же Риме, да, опять же, значит, рабство, оно бывало очень разное, да, там, иногда бывало так, что раб просто был, ну, каким-то там... Бывает залоговое рабство, да, бывает, когда раб – это солдат вражеской армии, попавший в плен. Да, ну, проще говоря, раб – это понятие очень такое широкое. Но вот если мы говорим о таком классическом рабстве, да, в римском духе, да, там, если раб убивал своего господина, то по закону нужно было убить всех рабов в доме этого господина. Да, там была известная история с Нероном, когда какого-то жутко злобного, значит, рабовладельца там убил один его собственный раб, и Нерон в ответ приказал убить всех рабов, которые были в его собственном доме, а дом был огромный, там целый дворец, и там было, значит, много сотен этих рабов, и, значит, всех убили. Да, ну, вообще можно почитать там по этому поводу, как там рабовладельцы плохих рабов, значит, там, размалывали на жерновах, или там, значит, скармливали муреном, или еще что-то. Это, кстати говоря, к вопросу о том, значит, что будут делать люди, если у них будут сняты любые ограничения. Вот можем посмотреть на Рим, вот там были такие, значит, римляне, они все были такие. Подождите, подождите, мы же наоборот говорим о некой правовой норме, что там нужно это делать. Правда, нет, правовая норма заключается в том, что просто можно делать с рабовом все, что... Мне кажется, вот это все про мурен, там и прочее, это может быть просто клевета уже последующих христианских товарищей. Ну, ладно, может быть, можно. Товарищи. Ну, вы же не верите на полном серии, что нейрон Рим поджег, там, да, испытывая... Ну, а это писали совершенно не христианские. Испытывая недостаток творческого вдохновения. Но это писали совершенно не христианские, римские. Не, ну, разные люди бывают, естественно. Но здесь проблема не в том, что моральная деградация является причиной того, что люди начинают это делать. Нет, здесь нужно еще более глубокую причину искать. А более глубокой причиной является сам факт наличия такого расслоения, что если кому-то предоставить неограниченную власть над другими, то он вот может с ними в том числе и такие вещи делать. Но если самому по себе человек не очень достойный. Понимаете? Ну, может быть, может быть. Я не знаю, мне просто интересно вообще, ну, мы, по крайней мере, не можем это проверить, да, то есть мы не можем, ну, можем только ссылаться на какие-то исторические примеры, да, которые были давно и неправдой. Я вам все, что могу сказать, это только то, что моральных фактов не существует. Есть только моральная интерпретация фактов. Поэтому непосредственно говорить о том, что моральная деградация может привести кого-то к врождению и гибели, ну, это утверждение, которое ни на чем не основано. Ну, хорошо, в общем, ладно. Короче говоря, говоря о крепостном праве, да, оно у нас было очень сильно ограничено разными вот такими механизмами. И поэтому, конечно, ну, в Европе оно было еще сильнее ограничено. Там, значит, крепостные отношения были скорее такими отношениями узаконенного бартера, да, то есть, ну, помещикам дают какие-то блага определенные, ну, или просто крестьянин должен поставлять какое-то определенное количество денег или натуральных товаров, значит, помещику и все. А все остальное, в общем, ну, находилось вне сферы видения дворянина, помещика и так дальше. У нас это было, конечно, намного ближе к рабовладению, но, в общем, рабовладением в классическом смысле это, конечно, не было. Потому что было множество ограничителей, которые, значит, не давали помещику делать все, что ему придет в голову. И, значит, традиционных, и, ну, связанных с дворянскими, значит, дворянскими представлениями о том, что можно, а что не можно, и законодательных, и вот чисто таких, ну, вот, такой вот угрозы быть просто убитым, если что. Потому что запросто могут грохнуть. Вот так вот, такие дела, такие помидоры. Так, нас на ютубе смотрит тут публика с тупичка, у них бомбануло. Отчего? От нашей аналитики. От неприятия левых идей, они сейчас активно дизлайкают нашу трансляцию, но ничего страшного. Потому что, на самом деле, на ютубе сейчас, чем больше лайков и дизлайков, тем лучше. Так, значит, какие у нас вопросы еще прилетели? Так, ну, про Столыпина мы говорили в прошлые разы, наверное, нет смысла повторяться. Аперкси спрашивает. Вот админ, технический анализ графиков биржевой торговли дает результаты, или это способ привлечения инвестиций на рынок? Такой вопрос, знаете, из серии... Ладно. Из серии имеют ли смысл гороскопы, или это способ привлечения... Ну, примерно, да, примерно, да. По-моему, вы за меня и ответили. Да, ну хорошо. Так, человек с ником Левак Коммунист спрашивает. Скажи, Вата, что Александр Второй начал вести антипротекционистскую политику в экономике, что привело к колоссальному росту внешнего, в скобках, и госдолга, а также инвестиционной зависимости от западных компаний. Именно долги и финансовая зависимость втянула нас в Первую мировую, а Столыпин это не решил. Ой, как интересно. Ой, как хорошо. Это я слышал, есть такой, как он называется, Red Room, такой, ну, паблик, в общем, записывает видео по истории. Там такой... Сейчас, секундочку, я перемещусь. Ну, нас смотрят люди с тупичка, понимаете, потому что я периодически делаю обзоры на видео великих советских историков. Вот. Меня слышно сейчас? Да, слышно, слышно хорошо. Ага, все. Так вот, значит, что я говорил. Вот, Red Room, здесь такая, значит, там такой милый паренек, он ведет, значит, видео про то, ну, про историю там, про всякую древнюю историю, не российскую. Такие милые видовщики. В общем, короче говоря, там тоже, значит, он недавно рассказывал про то, как Россия была страшно зависима от иностранных инвестиций, поэтому, значит, все у нее было плохо. И это втравило нас в Первую мировую войну. Да, да. Так вот, значит, в Южной Корее, такой стране, ну, я про нее, по-моему, в вашем эфире же и рассказывал, в отдельные годы, в 70-е, доля иностранных инвестиций, от общего количества инвестиций, доходила до 80%. Да, то есть из общего количества инвестиций, 80% приходилось на иностранные, ну, по крайней мере, в отдельных отраслях. В Сингапуре, по-моему, 100%. Ну, не 100%, нет, на самом деле в Сингапуре меньше, потому что в Сингапуре огромную роль играли государственные инвестиции. Но дело-то в том, что в Российской империи тоже огромную роль играли государственные инвестиции, то есть у нас даже бюджет был разделен на две части в Российской империи, на текущую и капитальную. Вот текущая часть никогда не финансировалась из долга, никогда. То есть вот все расходы на социалку, на армию и на все остальное всегда финансировались только из текущих доходов. А капитальная часть, она финансировалась за счет долга. То есть брался долг на парижской бирже, и из этого долго, значит, строились дороги железные, всякая там инфраструктура и так дальше. Ну, всякие там разработки научные, ну, все такое. Так вот, если мы посмотрим на самые успешные страны, да, второй половины 20 века, у них у всех была страшная зависимость от иностранных инвестиций. И, наверное, нужно сделать вывод, что во всех в них капиталистическая система была совершенно нежизнеспособна. Например, в таких странах, как Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Чили, или, скажем, ну, кто еще? Сейчас, Тайвань, например. Кто еще, например, да? Ну, в общем, можно подумать, еще кого-то вспомнить. В общем, короче говоря, в этих странах, в которых капиталистическая система была тоже, ну, очень нежизнеспособной, ну, такой жизнеспособной, что уж дальше больше, ну, некуда просто. Вот эти страны, они финансировали свое развитие тоже за счет внешних инвестиций. Это правда, что внутренние инвестиции, вообще говоря, были больше, чем внешние. То есть, даже там, в той же Южной Корее, или даже в Сингапуре, в конечном итоге, если посмотреть по итогу, да, действительно, внутренние инвестиции, они обгоняли внешние. С вами тут спорят. Этот человек, задавший вопрос, пишет, скажи, Вата, что у Кореи при этом не было самого большого госдолга в мире с 909 по 917. Да, значит, самый большой госдолг в мире в 1815 году, на момент окончания Анаполеоновских войн, был у Великобритании. Британский госдолг в тот момент составлял 250% волового продукта. В течение 100 лет после этого, после накопления такого гигантского долга, значит, Великобритания смогла построить самую большую империю в истории человечества. Ну, там, если не считать Монгольской империи, про которую непонятно, где у нее были границы. Там не было ВВП. Да, и ВВП там не было, да, действительно. Вот. И Великобритания, она с таким государственным долгом, гигантским, огромным, она почему-то каким-то невероятным, странным образом смогла построить такую гигантскую империю. Больше того, если говорить не о государственном долге, а вообще о внешних инвестициях, в первое десятилетие 20 века больше всего внешних инвестиций привлекла страна с такой нежизнеспособной капиталистической системой, которая называлась Соединенные Штаты Америки. Больше всего иностранных инвестиций текло в эту страну. Больше, чем в Российскую империю. Ну, понятно, что США уже тогда были богаче, и в США в тот момент не было революции. Да, 905-907 года, во время этой революции, понятно, никакие инвестиции в Россию не шли. Так вот, вот эти разговоры, я все понимаю, что там в старых советских учебниках написано про то, что Россия там была, потеряла суверенитет из-за того, что у нее были очень большие долги, да, про то, что экономика развалилась к началу 1917 года и так дальше. Вот не читайте, пожалуйста, все эти старые, вонючие, подгнившие советские учебники. Ой, читайте, я не знаю, чего читайте. Читайте, читайте, читайте учебник по высшей математике, по антиантическому анализу Демидовича. От него больше пользы, чем от этих учебников. Вот такие дела. Так, значит, следующий вопрос от Антона Карамзина и с точкой. По всей видимости, Антон откуда-то из выдуманных странно пишет. Так, где же, как понять, что в искусстве хорошо, то есть шедевр или на грани, а что есть дерьминой, и какую часть искусства ты видишь с позиции своих настроений, идеологий и так далее. Ну, я кратко отвечу, в же вопрос мне не кое-вак админу. С моей точки зрения, чем композиционно сложнее, тем, значит, это выше по шкале искусства как такового. То есть, если композиционно это совсем все просто, примитивно, как какой-нибудь абстракционизм или кубизм, прости господи, то все, значит, это все очень примитивное искусство или не искусство вовсе, как Хандуш говорит. Соответственно, чем больше, собственно, там, всякой сложности, значит, это вот все интересно. Да, прошу прощения. Вот, в общем, ну, такой у меня совсем простой критерий. Так, Бун Гамильтон спрашивает, сколько в гривнах стоит жизнь нового европейца? Не понимаю, почему это вопрос. Наверное, украинцы имеют. Не знаю. Так, Вячеслав Тамм с двумя М спрашивает, Хаек или Маркс? Ответьте, пожалуйста. Ну, конечно, Маркс. Чего тут спорить-то? Понятное дело. Маркс, Энгельс, намного больше. Все ясно. Так, Никита Булочкин спрашивает, как Вата Админ относится к Пиночету? Каковы последствия его политики для экономики Чили? Ну, надо сказать, что такого классического экономического чуда в Чили не случилось. Да, то есть, если мы сравним со странами Юго-Восточной Азии, то вот там реально были экономические чудеса. В Чили, Чили была богатой страной до Пиночета, потом при Альенде там случилась ну, в общем, катастрофа, но, в общем, Пиночет, он просто вернул Чили на ту траекторию развития, которая была до того, как. При этом, надо сказать, что институты, которые, в общем, созданы были Пиночетом, они оказались весьма эффективны, да, они работают до сих пор, и, в общем, до сих пор благодаря ним во многом Чили остается богатой и динамичной страной, в общем, более-менее Чили удалось избавиться от ресурсного проклятия, но при этом надо сказать, что, опять же, каких-то особо выдающихся, невероятных успехов Пиночету добиться не удалось. Ну, да, у него, в общем, получилось все хорошо, да, и главное, у него удалось спасти Чили от превращения в коммунистическое государство, но сказать, в общем, каких-то невероятных результатов ему удалось добиться, нет, это неправда. Вот так вот. Так, Евграф, а, нет, стоп, человек с ником Левак-коммунист, не унимается. Только Британия после наполеоновских войн стала самым большой, самым большой колониальной державой, без особо мощных конкурентов, что и позволило ей быстро избавиться от такого колоссального госдолга, в скобках. Так же речь идет о внешнем долге и пример с 1812 годом неверный по понятным причинам. Ну, во-первых, экономика Российской империи в начале, ну, перед Первой мировой войной росла быстрее экономики любой другой страны в мире, включая Соединенные Штаты. Вот, это первое. Во-вторых, если бы Россия дошла до конца Второй мировой войны, то Россия получила бы значительные территориальные превращения и в Европе, да, и за счет усиления своего влияния, и просто за счет присоединения, скажем... Мы бы белый щит еще к воротам Сарграда прибили бы, благодаря... Да, ну, там, за счет Галиции, например, да, скажем, и там, на Ближнем Востоке, ну, не только Армения, Великой Армении, но черт его знает, возможно, может быть, и Персию бы присоединили, немаленькая колония, с учетом того, сколько там нефти. Вот, возможно, там получилась бы экспансия в Северный Китай, условно говоря, и так дальше. Монголию можно было присоединить. Ну, Монголию, в общем, в итоге и так присоединили, более-менее, потому что она была, ну, в общем, абсолютно зависимой от Советского Союза. Да, у нас в Советском Союзе в состав Забайкальского военного округа входила территория Монголии, так что независимость у этой стороны была такая весьма условная. Но, понимаете, в чем дело? Я вообще могу в этом случае поговорить немножко про Первую мировую войну и про то, как мы в нее, значит, влезли. И что было бы, если бы... Надо, не надо? Надо, надо, надо. Потому что мы недавно обозревали ролик Бориса Юлина, где, собственно, нам объявили, что, как бы, война началась, нам была объявлена война, потому что мы начали мобилизацию, а мобилизацию мы начали для того, чтобы защитить наших братушек-сербов. Ну, смотрите, значит, в январе 2014 года было большое совещание в Москве, в Петербурге. И там как раз, я сейчас даже, может быть, найду, ну, нет, не найду, я не буду уже вставать с кровати, я так хорошо лег. Значит, и там было, значит, большое... Министры, короче говоря, обсуждали, значит, есть ли возможность вступления в войну, да, и насколько будет выгодно для России вступление в большую европейскую войну. В тот момент уже все понимали, что большая европейская война, она вот-вот близится, да, свято наближается. Значит, скоро будет большая такая бойня. Конечно, никто не знал, насколько это будет большая бойня, никто не знал, каким результатом она приведет, но все понимали, что вот что-то, что-то грядет. И на этом совещании ни один из министров, ни один из министров не высказался за то, что нужно, значит, поскорее начинать войну, потому что, потому что только военный министр Суховлин сказал, что Россия готова к войне, если противников будет немного. Вот такая формулировка. скажем, министр иностранных дел, он сказал, что, значит, война будет для России катастрофой. Ну, и так дальше. Россия в 2014 году находилась вот в моменте кардинальной перестройки не только экономики, не только, скажем, образовательной системы, но и армии. Значит, Мольский-младший, который командовал, который, ну, был начальником немецкого большого генерального штаба в 2014 году, в начале войны, он писал кайзеру о том, что еще пять лет, еще пять лет, то есть, до 2019 года, и Россию будет невозможно победить. Да, то есть, Россия усилится настолько, что воевать с Россией будет уже невозможно. Просто надо понимать, в каком состоянии Россия вступила в войну, да. У нас на стопелях в тот момент находилось 12 дредноутов, точнее, 8 дредноутов и 4 линейных крейсера. В строю не было ни одного, да, то есть, вот началась большая кораблестроительная программа, после того, как вышли из революции, эти корабли строились, но не было в строю ни одного, при том, что строились 12, да, примерно столько же кораблей строилось, скажем, в Германии. У нас, например, до 16 года не успели ввести в строй Кругобалтийскую железную дорогу. Да, и у нас получалось, что летом шла переправа паромная поездов через Байкал, а зимой прямо каждый год устанавливали рельсы по льду Байкала. Понятное дело, что весной и осенью дорога просто не работала. А после объявления войны, да, когда нам явили войну Германия, Австро-Венгрия и Турция, а Мурманска еще не было, да, то есть, железную дорогу к Мурманску строили экстренным порядком уже во время войны. Единственной ниткой для связи с союзниками оставался Транссиб. Но поскольку на этом Транссибе была вот эта самая Байкал, вокруг которого не успели просто вовремя построить железную дорогу, ну, это очень сложно, там горы, там нужно было пробивать огромное количество туннелей и так дальше, то у нас весной и осенью просто все сообщение с союзниками, оно полностью прерывалось, да, у нас просто не было никакой связи. Ну, на самом деле, там один туннель, он просто большой. Ну, там один такой именно туннель, там есть... Я просто раз 20 ездил по этой железной дороге. по этой дороге. Я просто тоже ездил, на самом деле, во Владивосток. Я тоже ездил. Я, конечно, ездил не из Москвы во Владивосток, но, в общем, там мне приходилось один раз ездить по этой дороге. Там, кстати, жутко красиво. Да, Слюдянка, вот где станция, видно, Байкал, шикарно. Ну, вот, и, да, вот просто, если бы у нас эта дорога была готова к 2014 году, то, понятное дело, что нам было бы намного проще элементарно там получать от союзников, ну, скажем, тяжелую артиллерию, с которой у нас были большие проблемы. Да, и вот такие моменты, ну, у нас там планировалось к 2017 году увеличить численность армии на еще дополнительные 300 тысяч человек. Ну, просто для сравнения, вся немецкая армия была 700 тысяч человек по штатам мирного времени. Да, то есть у нас к 2017 году за три года численность армии должна была увеличиться на половину численности немецкой армии. Да, просто вот, ну, чтобы понимать масштаб. Но у нас радиосообщения не шифровались. Радиосообщения у нас, ну, поначалу действительно не шифровались, так они и у немцев не шифровались сначала. Но, дело в том, что самая мощная радиостанция к моменту начала войны, она была в Российской империи. У нас стояла там сверхмощная радиостанция в, по-моему, в Риге она стояла, и она перехватывала немецкие сообщения. А, это телеграф или как он там? Да, телеграф. Да, и у нас были там на момент начала войны самые большие военно-воздушные силы. правда, у нас не было практически производства самолетов. У нас этим было туговато. Но, в любом случае, Россия вступила в войну вот в тот момент, когда она была к этой войне не готова. С автомашинами у нас было очень плохо. Ну, опять же, машиностроение у нас в процентах выросло за два года войны. За два года войны внутреннее производство машиностроения в фиксированных ценах, то есть, вне зависимости от инфляции, выросло, по-моему, в четыре раза. За два года войны. Да, у нас там в огромном количестве выросло производство химической продукции. Ну, всего чего угодно. Но Россия вступила в войну неподготовленно. Если бы война началась через несколько лет, то, безусловно, в общем, результаты были бы совершенно другими. то есть, можно просто посмотреть там, как выглядела карта Европы и как выглядела карта там наших противников. То есть, значит, смотрите, вот, из-за чего Германия, вообще говоря, проиграла войну? Из-за того, что в Германии закончилась еда. В тот момент, когда в Германии закончилась еда, в общем, стало понятно, что дальше продолжать войну невозможно. Откуда Германия эту еду получала? Из Польши оккупированной, из Восточной Пруссии, ну, это вообще жительница Германской империи, из Австро-Венгрии, ну, в основном из Венгрии, из Болгарии и через Болгарию из Турции. Да, вот это основные источники еды для Германской империи. Потому что в самой Германии и до войны не было полного обеспечения продуктами питания, да, немцы закупали зерно из России. Ну, а после войны, когда было мобилизовано там 20 миллионов человек, почти, понятное дело, что, ну, был жесткий дефицит, короче говоря, зерна. Так вот, мы посмотрим, можем просто посмотреть на то, как выглядела бы карта Европы, если бы Россия вступила в войну намного лучше подготовленной. Ну, да, можем предположить, что, например, Россия, как и в реальности это произошло, первый свой удар обрушила бы на, ну, сейчас как бы это сказать так хорошо. Короче говоря, в общем, мы знаем, что по результатам 2014 года Россия проиграла Германии, да, и в итоге, в общем, вынуждена была в конце концов уйти из Польши. Но при этом выиграла у Австрии, да, и, в общем, русские там вошли в Галицию, оккупировали Галицию и подошли к границам Панонской равнины. Но в итоге, значит, вынуждены были отступить из-за того, что, из-за того, что немцы обрушили на Восточный фронт всю мощь своей армии. Если бы, если бы Россия вступила в войну намного лучше подготовленной, чем это было в реальности, то в любом случае произошло бы одно из двух. Либо Австро-Венгрия была бы сразу разгромлена, да, и в этом случае у Германии, как она была в итоге разгромлена, по итогам брусиловского прорыва. И в этом случае у Германии не было бы просто источника продуктов питания из Панонской равнины, то есть из Венгрии, не было бы Болгарии у нее в кармане, не было бы у нее поставок продукции из Турции, либо, возможно, весь удар был бы нанесен по самой Германии, в этом случае Германия, скорее всего, потеряла бы Восточную Бруссию и не получила бы Польшу. В любом случае, как бы то ни было, понятное дело, что просто у германцев намного быстрее просто закончилась бы еда. Да, на последнем этапе войны немцы еще очень сильно выиграли от того, что они смогли оккупировать Украину. И за счет украинского хлеба они, значит, смогли успешно продолжать воевать еще почти целый год. Значит, если бы Россия вступила в войну намного лучше подготовленной, то не было бы у немцев хлеба ни из Украины, ни, скорее всего, из Австро-Венгрии, из Балкана. И просто у немцев намного быстрее закончились бы продукты питания. У немцев в 16-м году потребление на душу населения было вдвое меньше биологической нормы. А если бы на Восточном фронте дела пошли бы по-другому, то оно было бы втрое меньше, и немцам стал бы вопрос просто умереть от голода или сдаваться. То есть, одно из двух. Дальше продолжать войну было бы совершенно бессмысленно. И в этом случае война, скорее всего, продолжалась бы не 4 года с лишним, 4,5 почти, а какие-нибудь 2 года, и, в общем, закончилась полным разгромом Германии. В общем, если бы удалось бы, действительно, как хотел того Сталдыпин, продержаться еще ну хотя бы 3-4 года отступления в войну, то потом просто Германия была бы разгромлена в течение максимум двух лет. Этого, к сожалению, не удалось, и в итоге в России произошла революция, и в итоге война унесла намного больше жизни, чем она могла бы унести, и в итоге вообще все получилось намного хуже. А революции и последующие события унесли еще больше жизни? Ну, это понятно, да, это уже совсем плохо, но если бы удалось продержаться просто 3 года буквально, вот 3 года удалось бы сдерживать этот порыв милитаристов, если бы там, то, в общем, скорее всего, Россия выглядела сегодня совершенно по-другому, ну вот, вот так как-то. Вполне возможно, что в этом случае сбылись бы опасения англичан вечные, что Россия стала бы полностью доминировать во всей Азии. Да, просто Россия подчинила бы себе всю Азию от границ где-то, не знаю даже, наверное, от границы Чехии, или может быть даже от границы нынешней Саксонии, и вплоть до, вплоть до Японии, вплоть до Индонезии, возможно даже, черт его знает, вполне возможно. Ну, конечно, это такие спекуляции, да, но тем не менее, кто его знает. Да, было бы круто. Я же, я извиняюсь, у меня, у меня все. Я понял, я понял. К сожалению, мы не успели все задать. Ну, что, пойдем. Вопрос такой, когда было бы вам удобно снова нас посетить? Ну, уже скорее на следующей неделе. На следующей неделе. Эх, эх, эх. Ну, ладно. Нет, в любом случае, в любом случае, спасибо. Чем вы, чем вы реже, тем вы ценнее, понимаете? Спасибо, спасибо. Зато вы теперь выяснили, о чем я мечтаю. Да. Спасибо, спасибо. В общем, до свидания, желаю вам. Спасибо, до свидания. Да.